Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейм. Субтитры создавал DimaTorzok Господа присутствует, чтобы исцелять. Аминь. Давайте просто поднимем руки и примем ее. Взаимодействуйте с этой силой. Будьте к ней восприимчивыми. У кого есть проблемы с шеей? У кого? Вы исцеляетесь прямо сейчас. Проблемы с шеей. Вы не могли ею двигать свободно. Была ограниченная подвижность. Аллилуйя. Поднимите руку и помашите мне. Помашите мне. Вот здесь несколько человек. Просто примите эту силу прямо сейчас. Она здесь, чтобы произвести работу. Сила действует прямо сейчас. Просто скажите, я принимаю ее. Она двигается, она действует для меня. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого-то с поясницей продолжительное время были проблемы. У кого? Поднимите руку и помашите мне. Помашите мне. Вот здесь несколько человек. Вот здесь. Сила исцеляет вас прямо сейчас. Просто примите. Скажите, я принимаю. Я принимаю. И теперь подвигайтесь. Сделайте что-то, что вы не могли делать прежде. Мы не проверяем, сработало ли. Мы действуем в этом помазании. Аминь. Когда мы верим, мы принимаем. Мы верим, что оно совершает работу. Поэтому мы можем делать то, что мы не могли делать прежде. Аминь. Смещение челюсти. Не знаю, что-то с височно-нижнечелюстным суставом или вследствие болезни. Есть какое-то смещение. У кого это? Поднимите руку. Несколько человек вот здесь. Несколько человек вот здесь. Вы исцеляетесь прямо сейчас. Просто примите это. Просто примите это. Берите это. Скажите, это мое. Это мое. Я беру это. Я беру это. Я беру это. Аллилуйя. Поклоняйтесь ему за это. Мы поклоняемся тебе за это, Отец. Мы прославляем тебя. Он также исправляет какие-то проблемы с задними зубами. У кого-то зубы нижней челюсти. Он исправляет. Приводит там что-то в порядок. Просто примите это прямо сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого-то головные боли. И такое ощущение, что они перемещаются с одного бока на другой. Как обруч. Они идут через верх вот по этой линии. Вы исцеляетесь прямо сейчас. У кого это? Поднимите руку и помашите мне. Аллилуйя. Вот здесь. Аллилуйя. Больше никогда. Больше никогда. Просто примите эту исцеляющую силу. Я говорю, примите эту исцеляющую силу. Слава Господу. Слава Господу. У нескольких женщин, я даже не знаю, злокачественные или нет, но есть комки. Возможно, доброкачественные, но комки. Ваши груди исцеляются прямо сейчас. Опухоли в вашей груди исцеляются прямо сейчас. Аллилуйя. И те, кто смотрит это служение, знайте, это не только для людей, присутствующих в здании, а для любого, кто это примет. Потому что сила Божья присутствует прямо там, где вы есть. Есть причина, почему Бог не побуждает меня называть имена людей, которые исцеляются. Разве Бог не знает имена людей, которые в этом нуждаются? Конечно, знает. Но Он не ограничивает эту силу, называя конкретных людей. Поэтому Он говорит, любой, у кого есть это заболевание, любой, у кого есть это заболевание, вы можете поднять руку, высвободить свою веру, принять эту силу. Аминь. Если я скажу, что это для Джона, или Пола, или Генри, тогда никто другой не сможет на это притязать. Будет поставлено ограничение. Поэтому Бог говорит, любой. Это значит, что не важно, когда выйдет в эфир это служение. Не важно, когда. Потому что сила не ограничена временем, служением или календарем. Аминь. Сила Божья присутствует везде. Я говорю, сила Божья присутствует везде. Чувствуете ли вы ее или нет? Почему сила присутствует везде? Потому что Дух Святой присутствует везде. И там, где вы находитесь, вы можете получить силу. Где бы вы не смотрели это служение, вы можете принять силу. Просто скажите, я принимаю ее. Потому что сила не ограничена служением. Сила Божья не ограничена определенным днем недели. Аминь. Каждый раз, когда высвобождается вера, сила работает. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого-то еще ситуация с челюстью. Вы не высвободили свою веру. Давайте, высвобождайте свою веру. Скажите, я беру это для себя. Я беру это для себя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. У кого-то искривлен позвоночник. В позвоночнике смещение. Этот позвоночник исцеляется прямо сейчас. Этот позвоночник выравнивается прямо сейчас. Просто примите это. И какое-то повреждение нервов. Что-то с поддерживающими мышцами, но также какое-то повреждение нервов. Все это исцеляется прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать, это сказать, я беру это, я принимаю это. Эта сила действует во мне. И потом подвигайтесь. Сделайте то, что вы не могли делать. Не для того, чтобы проверить, сработало ли, а чтобы совершить акт веры в помазании. Кто из вас знает, что вера – это действие? Вера действует. Аллилуйя. Не важно, где вы. Не волнуйтесь, как вы будете выглядеть в чьих-то глазах. Подвигайтесь. Сделайте что-то, что вы не могли легко делать прежде. Аллилуйя. Аллилуйя. Не позвольте этой силе пройти мимо вас. Помните, как брат Ричард Робертс цитировал своего отца Орла Робертса? Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Не позвольте пройти мимо вас ничему, что вам необходимо. Аминь. Как не дать этому пройти мимо? Своими словами. Скажите, я беру это, я беру это. Сила Божья двигается прямо сейчас, и я беру ее. Сила Божья присутствует везде, но она не всегда проявляется. Сегодня утром она проявляется. Вы можете ее принять. Аминь. Аллилуйя. Мы благодарим тебя, Отец. У кого-то продолжительные проблемы с горлом. Постоянная боль вот в этом месте, вот здесь, в горле. Примите силу исцеления прямо сейчас. Аминь. Примите силу исцеления прямо сейчас. Скажите, я беру это, я беру это, я беру это. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Морган, прими это для Нэнси. Я ощущаю, что это для нее. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Не благодарны ли вы за исцеляющую силу Божью? Слава Господу. Я вижу, как эта сила проходит по чьему-то позвоночнику вверх к шее и голове. У кого-то она не просто остается в спине, где проблемы со спиной, а идет от спины вверх к шее и голове. Это может быть кто-то здесь в здании, или кто-то, кто смотрит в прямом эфире, или кто-то, кто будет смотреть позже. Просто знайте, сила действует, примите ее. Сила действует, примите ее, подвигайтесь. Делайте что-то, что ваше тело не позволяло вам делать. И когда вы это сделаете, все встанет на место. Все встанет на место. Аллилуйя. 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 Сила ждет, чтобы вы откликнулись. Я говорю, сила ждет, чтобы вы откликнулись. Сила ждет ответного действия веры. Поэтому я говорю вам действовать, потому что сила движется к тем, кто откликается на нее. Аллилуйя. Аллилуйя. У тех, кто сидит и говорит, я подожду и посмотрю, произойдет ли что-то, ничего не произойдет, потому что нужна вера, чтобы принять силу. Аминь. Сила не будет действовать без веры. Если можно так выразиться, вера – тот магнит, который притягивает к себе силу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. У какой-то женщины исцеляются женские органы. Что-то было не так. Что-то не работало так, как надо. Просто поднимите руки и примите силу исцеления. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Он может исправить что угодно. Все исправить. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу. У кого-то продолжительные проблемы с коленями, трудности с коленями. Есть исцеление для вас. Есть исцеление для вас. Просто примите силу исцеления прямо сейчас. Продолжительные проблемы с коленями. Просто примите эту силу прямо сейчас. Аллилуйя. Давайте, принимайте ее, делайте что-то, что вы не могли делать прежде. Делайте что-то, что прежде вызывало боль или онемение. Переступите это. Кто из вас знает, что сила ищет веру? Вера – это посадочная площадка. Аминь. Туда, где есть вера, направляется сила Божья. Аллилуйя. Аллилуйя. Примите это. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Какая-то боль, проблемы с ухом. Я не знаю, инфекция ли это, или глухота, но с этим также связана боль. Примите исцеление прямо сейчас для вашего уха. Примите исцеление. Скажите, я беру это, я принимаю эту силу для своего уха. Аллилуйя. Мы благодарим тебя, Отец. Мы благодарим тебя, Отец. Мы славим тебя, мы славим тебя, мы славим тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарение Богу за исцеляющую силу Божью. Аллилуйя. Иисус заплатил такую великую цену, чтобы мы были свободны во всем. Духовно, ментально и физическим. Аминь. Нет ничего, что сила Божья не могла бы исцелить. Нет ничего, что сила Божья не могла бы исправить. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы скажете, все уже слишком запущено. Может быть, для человека, но не для Бога. Нет ничего слишком запущенного для Бога. Я говорю, нет ничего слишком запущенного для Бога. Нет ничего слишком тяжелого. Аллилуйя. Вы скажете, этот орган уже разрушен или удален. У Бога есть еще. У Бога есть органы. Он умеет давать новые органы. Аминь. Аминь. Не отговаривайте себя от того, чтобы принять то, в чем вы нуждаетесь, просто потому, что это трудно для людей. Аминь. То, что невозможно или сложно для людей, легко для Бога. Новые части тела – это легко для Бога. Я говорю, новые части тела – это легко для Бога. Все, что вам нужно сделать, это принять. Вам не нужно ни в чем разбираться, вам не нужно пытаться привести это в исполнение. Все, что вам нужно, это верить, что вы получаете то, в чем вы нуждаетесь от Него. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Поскольку сила присутствует, я бы на вашем месте не стала дожидаться, пока назовут вашу проблему, пока назовут ваше заболевание. Вы можете прямо сейчас принять, взять все, в чем вы нуждаетесь физически, потому что сила Господа присутствует. Аминь. И она присутствует, чтобы произвести работу. Она присутствует не просто для того, чтобы мы могли сказать, «О, я ее чувствую». Она присутствует, чтобы произвести работу. Вы можете ее чувствовать или нет. Неважно, чувствуете ли вы ее или нет, важно ее принять. Аллилуйя. И силу можно принять, чувствуете ли вы ее или нет. Сила может двигаться, чувствуете ли вы ее или нет. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Все, опустите, пожалуйста, руки. А те, кто уже увидел какие-то изменения в теле, в том, что я называла, и даже в том, чего я не называла, но сила Божья произвела работу, поднимите руку. Я хочу вас увидеть. Поднимите руку высоко. Поднимите руку высоко. Все, посмотрите, пожалуйста, вокруг. Повернитесь. Посмотрите на поднятые руки. Повернитесь, повернитесь. Посмотрите на это. Аллилуйя. Мы не просто прославляем Бога. Мы свидетельствуем о том, что мы получили. Посмотрите на поднятые руки. Посмотрите на результаты. Иисус – чудесный целитель. Иисус – чудесный целитель. Иисус – чудесный целитель. Давайте поблагодарим Его. Возвысьте свой голос. Иисус, мы так сильно благодарны Тебе. Спасибо за Твою исцеляющую силу. Спасибо за силу чудотворения, которая действует. Мы почитаем Тебя. Мы почитаем это помазание. Мы почитаем эту силу. Мы ее принимаем. Мы говорим, она работает в нас с головы до пят. И мы исцелены. Потому что мы принимаем эту силу. И мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе славу за это. Аллилуйя. Кто-то может сказать, но я все еще ощущаю небольшую боль или небольшие симптомы. Просто продолжайте поклоняться Ему. Благодарите Его за то, что эта сила работает. И тогда абсолютно все это уйдет. Все. До последнего симптома. До последней капли боли. Чем больше вы будете вливать в себя эту силу исцеления, тем больше она будет вымывать симптомы, боль, болезни, немощи. Аминь. Аллилуйя. Не наше дело избавляться от всего этого. Наше дело верить, что мы получаем, принимаем эту силу исцеления. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Нечудесен ли Он. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Господу. Мы говорили о том, что вера – одна из важнейших тем в Слове. Почему? Потому что без нее невозможно спастись, без нее невозможно исцелиться, без нее невозможно молиться, без нее невозможно получать ответы на молитву. Вера – валюта небес. Ею мы ведем дела с небесами. Потеряв веру, мы не сможем вести дела с небесами. Наша вера так важна. Но есть вещи, связанные с верой. И иногда люди, недопонимая это, думают, ну вы только и говорите, что о вере. Говоря о вере, вам придется затронуть каждую сферу жизни, потому что абсолютно каждая сфера жизни связана с верой. Так что тема веры ни в коем случае не однобока. Она включает в себя абсолютно каждую сферу. Мы с вами обсуждали то, о чем Петр пишет во втором послании, первой главе, пятом стихе. Я не буду читать все это местописание, только пятый стих, прилагая к всему все старание. Добавьте к вере вашей. Обратите внимание, к вере необходимо что-то добавить, чтобы она функционировала как должно. Аминь. Если у нас не хватает чего-то из списка во втором послании Петра, это повлияет на нашу веру, помешает ей. Мы с вами говорили о том, что вера – это просто трубопровод. Сила Божья получает доступ к вашей нужде через трубопровод веры. Не вера исцеляет вас, не вера восполняет ваши нужды. Вы верите в силу Божью, благодать Божью, исцеляющую силу, силу Божью для процветания. И вера – это просто трубопровод, по которому эта сила течет. Когда у вас есть нужда, вам нужен трубопровод веры, чтобы сила Божья могла получить доступ к вашей нужде. Или можно сказать, что вера – это мост. Она просто дает доступ. Вера просто дает Богу доступ. Как мост соединяет один берег с другим, точно так же духовный мир соединяется с физическим миром, мостом вашей веры. Сила Божья в одном месте, ваша нужда в другом месте, а вера – это мост, который дает силе Божьей доступ к вашей нужде. То есть вера – это просто мост, по которому сила Божья перемещается, идя навстречу вашей нужде. Отсутствующий или поврежденный мост – помеха для той силы, которая могла бы вас достичь. Бог не удерживает силу. Но наличие или отсутствие веры определяет, как потечет сила. Сколько силы потечет. Будет ли она ограничена? Будет ли она стеснена? Возможно, мост у вас есть, но любому мосту нужны опоры. Если у моста отсутствует одна из опор, на нем опасно находиться, так? Потому что он под угрозой. Вы не знаете, выдержит ли он тот груз, который по нему перемещается. Точно так же нельзя, чтобы наша вера оказалась ненадежной. И в первой главе своего второго послания Петр Духом Святым дает нам список, говоря, «Прилагая к сему все старание, добавьте к вере вашей». Он перечисляет семь вещей, которые необходимо добавить к вере. И мы могли бы их назвать, я называю их, опорами для моста веры. У нас должен быть не только мост веры, но и что-то под ним, на что он опирается. Если какая-то из этих опор отсутствует, мост веры под угрозой. По нему невозможно перевозить то, что необходимо. Итак, 2 Петра 1,5. «Прилагая к сему все старание, добавьте к вере вашей добродетель, и к добродетели знание, и к знанию воздержание, и к воздержанию терпение, и к терпению благочестие, и к благочестию братолюбие, и к братолюбию любовь, божественный вид любви». И в 8 стихе сказано, что это сделает вас способными принести плод. А в 10 стихе сказано, что так поступая, имея все эти семь вещей, поддерживающих вашу веру, вы никогда не преткнетесь. Мост, который твердо стоит на прочных опорах, сильных опорах, стабильных, укрепленных опорах, никогда не упадет. Так? Ну, Петр то же самое говорит о вашей вере. Как сохранить крепкую и надежную веру, чтобы она могла пропускать через себя силу Божью? Мы с вами рассматривали первый пункт этого списка. Добавьте к вере вашей добродетель. Это слово Дух Святой поставил сразу следом за верой. Из всего списка Он первым поставил слово «добродетель». В некоторых местах в английском переводе Библии словом «добродетель» переводится греческое слово «сила». Но здесь в оригинале слово, означающее «высокую нравственность». Итак, он сказал, добавьте к вере вашей высокую нравственность, потому что верой невозможно компенсировать недостаток нравственности. Бог – нравственный Бог. Нравственность важна. Я говорю, нравственность важна. Я знаю, что общество легкомысленно относится к вопросам нравственности. Общество, если можно так выразиться, размывает границы между нравственным и безнравственным, потому что не хочет, чтобы кто-то плохо себя чувствовал. Бог тоже не хочет, чтобы вы плохо себя чувствовали, поэтому Он говорит «живите нравственно». Аминь. Он хочет, чтобы у вас была лучшая жизнь. Бог не сидит и не ждет, когда вы оступитесь, чтобы наказать вас за это. Он просто знает, что именно в потоке нравственности благословение, и Он знает, что в потоке безнравственности у дьявола есть доступ к людям. Поэтому Он говорит «оставайтесь в потоке нравственности, если хотите жить хорошо». Мы уже читали Евреям 1.9 на прошлом служении, но я хочу повторить это. Иисус был помазан елеем радости более соучастников Своих. Почему? Потому что Он любил праведность. Он любил то, что правильно. Он любил то, что чисто. Он любил то, что непорочно. Чтобы иметь сильную веру, любите то, что правильно. Любите то, что чисто. Любите то, что непорочно. И дальше сказано, что Он ненавидел беззаконие. Чтобы стать свободными и жить в свободе, и никогда не возвращаться к беззаконию, возненавидьте Его. Не наслаждайтесь тем, что нечисто. Не наслаждайтесь тем, что порочно. Не наслаждайтесь тем, что неправильно. Не наслаждайтесь тем, что не угодно Богу. Аминь. Если вы хотите освободиться от какой-то привычки, решите ее возненавидеть. И тогда сила Божья вас поддержит. Я говорю, тогда сила Божья вас поддержит. Вместо того, чтобы говорить, я это хочу, скажите, я отказываюсь от этого. Я ненавижу это в моей жизни, я с этим не соглашаюсь, потому что это нечисто. Кто из вас знает, что Иисус любил праведность? Вы сделались праведными. Аминь. И теперь нам нужно жить в соответствии с тем, кем мы сделались. Нам нужно жить жизнью праведности, потому что мы сделались праведными. Аминь. И если мы хотим, чтобы в нашей жизни был мир, в нашем разуме был мир, нам нужно держаться того, что чисто. Если вы любите чистую жизнь, и вы любите быть чистыми, радость будет потоком в вашей жизни. Но если вы находитесь среди нечистых вещей и участвуете в них, вы будете в депрессии, подавленности, и у дьявола будет право вас атаковать, потому что вы на его территории. Не чистота – его территория. Аминь. Значит, нам нужно жить чисто, мыслить чисто. Будут ли нечистые мысли приходить? Конечно, будут. Но откажитесь от них. Скажите, нет, не выйдет. Нет, не выйдет. Это неправедно. И я не буду в этом участвовать. Вам нужно отвечать вещам, с которыми вы не согласны в своей жизни. Аминь. Аллилуйя. Бог говорит с нами о нравственности в своем слове, потому что христиане, заигрывающие с грехом, подвергнутся умственным мучениям. Аминь. Слово говорит нам отделить себя, посвятить себя. Аминь. Посвящение – это отделить себя. Бог не будет вас отделять. Он нам говорит отделить себя. Аминь. Люди ждут, пока Бог отделит или удалит от них какие-то вещи. А Бог ждет, чтобы люди повернулись к этим вещам спиной. Аминь. Чтобы мы отделили себя от того, что неправильно, того, что нечисто. Почему? Потому что Бог говорит нам, как иметь лучшую жизнь. Ну, это не запрещено законом. Если что-то легально, это еще не значит, что это нравственно. И если вы хотите жить благословенно, если вы хотите жить мирно, придется жить согласно Божьему стандарту нравственности, а не просто человеческому стандарту нравственности. Аминь. Речь идет о высокой нравственности. Высокой. То есть наша нравственность должна быть выше обычной нравственности. Многие люди считают, что они чисты и что они живут правильно, потому что то, что они делают, легально. Может, это и легально, но высоко нравственно ли это? Мы должны быть выше общечеловеческой нравственности. Аминь. А люди думают, что стоит разрешить что-то законодательно, и это будет приемлемо. Видите ли, мы не живем только по человеческим законам, мы живем по Божьему закону. Аминь. А он говорит нам, что нам нужно отделить себя. Не потому, что он пытается наказать нас и усложнить нам жизнь, он пытается удержать нас от того, что причиняет нам вред, разрушает нашу жизнь, делает ее трудной, приносит мучения. Дьявол только рад, если вас устраивает то, что нечисто. Потому что через это он может вмешиваться в вашу жизнь. Аминь. Иисус любил праведность. Он ненавидел беззаконие. Аминь. Отсюда ясна наша позиция, наш подход. Мы не ненавидим людей, но мы ненавидим то, что неправильно. Аминь. Почему? Почему мы ненавидим то, что неправильно? Потому что то, что неправильно, причиняет людям вред, терзает и мучает людей. Мы же желаем людям лучшей жизни. Мы желаем им жизни, свободной от мучений. Аминь. А жизнь в праведности – самая лучшая жизнь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...